Алтайский аграрный край по-прежнему в лидерах по объемам производства яровой пшеницы, гречихи и овса. В этом году удалось собрать более 5 миллионов тонн зерна. С этими показателями наш регион на четвертом месте среди регионов страны. Однако, несмотря на хорошие результаты, по мнению некоторых депутатов, качество зерна вызывает сомнение. Министр сельского хозяйства края Александр Чеботаев подтвердил, что урожай этого года заметно уступает прошлогоднему. Минеральное питание продолжительными отсадками было вымыто. Температуру мы получили практически до минус 180 градусов. Но тем не менее, у нас в прошлом году было 88% продовольствия пшеницы, в этом году 77%. В том числе 35% третьего класса и четвертого класса 42%. Депутат Василий Железовский, представитель фракции «Справедливая Россия», затронул еще один больной вопрос отрасли – трудоустройства, насилия. Рабочий класс заметно сокращается, при этом свободных вакансий на сегодняшний день более тысячи. Мы слышим большинство, но уважают о мясо. Меня больше люди интересуют. Вот 50% жителей, которые живут на себе. Динамика, занятость, сельскохозяйственное производство. Если говорить о механизаторах, операторах машинного доения, допустим, но это очень серьезная проблема на сегодняшний день для многих сел. Ну как-то, наверное, не знаю, самый страшный вопрос, что вот именно заработная плата на сегодняшний день перестала быть стимулирующим фактором. И даже так называемые подъемные людей особо не привлекают, хотя субсидии для молодых специалистов, желающих работать на селе, заметно выросли – от 150 до 300 тысяч рублей, при условии, что у молодого сотрудника есть высшее образование. Озвучил министр и планы на 2019 год. На развитие сельского хозяйства из краевого бюджета выделят более 1 миллиарда рублей, что на уровне прошлого года. А вот федеральное финансирование сократится почти на 700 миллионов рублей. Причина в том, что часть средств в край уже поступила, к примеру, на компенсацию за ГСМ. Елена Кузовкина, Андрей Печоркин. Наши новости.